Село Масловка Лискинского района, некогда большое, сегодня всего несколько домов. Посреди огромного луга красуется православный храм. Перед входом две таблички. С одной стороны, о том, что храм основан и освящен в 1893 году в честь святителя Николая, архиепископа Мирликийских Чудотворца. С другой, памятная доска в благодарность Ивану Степановичу Васильеву, бывшему начальнику бывшего государственного предприятия Юго-Восточная Железная Дорога, за помощь в восстановлении храма после эпохи поругания святынь. Железная дорога этому храму больше не помогает. Ныне здравствующий бывший начальник дороги Иван Васильев, потомственный и почетный железнодорожник с огромным опытом и работоспособностью, обновленной железной дороге оказался не нужен. Некогда государственное предприятие, сегодня дорога, как и многие другие бывшие госструктуры, всего лишь подчиненный Москве филиал. Деньги, заработанные в регионах, теперь нужнее в столице. Как и на что тратить средства, все чаще решает элита бизнеса в Москве. Поэтому многие социальные проекты пришлось вежливо свернуть. Где уж тут о храмах думать. Между тем, тогда, 10 лет назад, было сделано главное. Недовосстановленный храм сегодня действует. Здесь идут службы, основанно подворье Девногорского мужского монастыря. Всего несколько послушников под руководством иеромонаха Дионисия, как умеют, пытаются обустроить окружающую территорию. Прихожане говорят, и батюшка человек божий, и место это особенное. Чудес хватает на всех. Хватило и на нас. В момент кульминации обряда крещения, лик одной из икон просиял необычным светом, похожим на солнечный. Мы успели снять это на камеру, через минуту явление прекратилось. На службы к отцу Дионисию ездят из города Лиски, из Боброво, из Воронежа. Бывают и гости из столицы. Кто-то даже остается здесь насовсем. Я много молилась, хотела из Москвы уехать куда-то в другое место. Москва – это суета, хотя человек совершенно городской. Здесь я увидела какую-то чистоту необычную. Кто может, оставляет пожертвования, каждый в меру сил. А кто-то, вопреки устоявшейся традиции, с благословения батюшки сам уезжает с подворья с сумками, полными еды. Здесь искренне рады всем прихожанам. Мечта, которая сейчас кажется неизбыточной, даже не стены расписать и строительные леса убрать. Проблема поважнее, крыша течет. Но настоятель, к нашему удивлению, о деньгах говорить не стал. Сказал другое. Камни, которые разрушили одни вандалы, когда-нибудь разрушат и другие. Давайте лучше души спасать. Александр Дремух, инвопресса, Масловка, Воронежская область, Лискинский район.